Зашиточный тюменец конца 19 века В гастрономическом топе была говядина, курятина, рыба, репа, тыква и капуста Из грибов предпочитали грузди и рыжики Доступно был овес, пшеница, полба всеми забытая, старая крупа В щи тоже крупы добавляли различные И в щи с собой брали еще квашеную капусту, но не простую, а серую Это первые листья, которые только созревали и квасили А как не вспомнить про пельмени? Заготавливали их на зиму мешками Брали с собой дальние дороги, как доширак И закармливали до отвала дорогие гостей Как писал наш дорогой публицист Николай Михайлович Ядринцев Когда подаются пельмени, все блюда поражены паникой и не смеют являться на стол В 1881 году в гости к купцу Калмогорову приехал знаменитый путешественник Журналист Эдмон Като из Франции И в своей книге «Из Парижа в Японию через Сибирь» Он оставил впечатление от этого визита И в частности от того, чем его почивал хозяин Крутые яйца, сырая семга, соленая килька – это разведка боем А генеральное сражение – большие коми рубленого мяса, которые именуют котлетами Душистый бульон с кусочками фаршированного теста Нельма, жареная тетерка и засахаренный салат В качестве антроме – капуста, свекла, пироги на кислом молоке Пироги с яичными желтками, рисом и дичью, а на десерт – апельсины и желе На самом деле очень дорогое было удовольствие, которое могли себе позволить исключительно богатые купцы Также котто пытались удивить выловленной прямо из туры Нельмы и стерлидью Но, скорее всего, это был аттракцион для гостя Ведь река была основательно отравлена отходами кожевиного производства Современный горожанин вряд ли осилит и половину того количества белого хлеба Шанижек, оладушек и калачей, которые с удовольствием плетал его предок А пытка чаем по 30 раз на дню Из моркови делали, например, варенье, все прочее Сушили ее, вот именно томили, как мы сейчас говорим, вяли И получали цукаты Калитки – это ватрушки, только использовались из пресного ржаного теста С добавлением различных овощных, гороховых начинок Смешивали черемуху и муку со сметаной Домашняя сметана, домашняя в то время не так, как сейчас, жиденькая была У нее ложка стояла, вот ее смешивали Сахар не добавляли, так как в черемуху и муке своих сахаров хватало И все, и заворачивали в ржаное тесто Но делали не просто круглой формы, а в виде, как бы защипляли в виде цветочка И это еще не все гастрономические странности Например, свежие огурцы было принято макать в мед А привозные арбузы и дыни ели солеными Из вываренной в уксусе и маковом молоке рыбьи икры пекли блины А любимой приправой была мурцовка Злая редька, перетертая с солью, чесноком, луком и в сметане Пекли лепешки из круп и использовали их вместо хлеба Затируха, это та же, это просто как суп Можно даже варить не на бульоне, а на воде И именно затиралась мукой На Руси готовили в русских пчах, назвали ляля Это фаршированный желудок крупой и различными потрохами Также на столы подавали гусей, фаршированных квашеной капустой Антоновскими яблоками различными Горчицу для студни разводили квасом А если подавался растяга, ели только рыбную начинку На этом первая часть нашего аппетитного экскурса в историю заканчивается А в новой серии мы с вами пойдем кто в кабак, а кто в ресторан Редактор субтитров А.Семкин